Звуки перестрелки прерывают тишину. Согласно легенде учений, совместная группа военнослужащих имеют необходимость в дополнительной технике боеприпасов, доставить которые можно только по воздуху. Самолет с грузом вот-вот отправится, однако затрудняет выполнение задачи погодные условия. Порывистый ветер, дождь, а также сложная для посадки местность. Командование прибегает к радикальным мерам. Военнослужащие должны освободить площадку, на которую техника и груз будут спущены с воздуха. За процессом проведения первого в истории совместного десантирования тяжелой техники наблюдало командование сил специальных операций Беларуси и воздушно-десантных войск России, Министерство обороны, а также руководство области. Всего для проведения совместного учебного мероприятия было задействовано шесть самолетов военно-транспортной авиации Беларуси и России. Качество выполнения комплекса и техничность получили высокую оценку. Практика показывает, что нам это необходимо. Вот они реально действуют подразделения. Произошло исчерпание, расходование некоторых запасов материальных средств. Необходимо восполнить боеприпасы, необходимо восполнить технику. Как это сделать? В самые кратчайшие сроки. Пожалуйста, вот оно, 200 километров принимается решение и через 40 минут все такие необходимые средства, они доставлены здесь. Пожалуйста, имущественно, практически как военнослужащие осуществляют мероприятия по расфортовке данных образцов. И они буквально через минуту 10 уже смогут быть на ходу и пойдут в район выполнения задач. Старт крупномасштабным белорусско-российским учениям был дан еще в минувшую субботу. На протяжении недели военнослужащие обменивались опытом ведения контрдиверсионных действий. Отрабатывали механизмы взаимодействия в рамках решения учебно-тренировочных задач. В своем большинстве – в темное время суток. Мы взяли большой комплекс задач, достаточно большой масштаб данных учений. Задействована практически вся территория Брестской области, что в современных условиях это является нормой и мы исходили из опыта и от жизни. В ходе данных учений практически отработаны сложные многогранные вопросы. Мы действовали днем, мы действовали ночью, мы действовали с преодолением водных преград. Мы преодолевали не только водные преграды, но и естественные преграды, которые были выбраны для обучения войск. Хорошим дополнением к увиденному стала выставка, где были представлены образцы современной техники вооружения военнослужащих десантников.